Добрый день, уважаемые участники 10-го юбилейного конгресса. За 25 лет деятельности Евразийской группы в Казахстане произошло немало событий. Мы пережили не один кризис. И сегодня мир огромными шагами идет по пути цифровизации. В республике принята программа «Цифровой Казахстан». Все это глобальный водоворот изменений, хотим мы этого или не хотим, в которые вовлечены и целые страны, и целые отрасли. Поэтому развитие технологий ускоряется в геометрической прогрессии. Если что-то вчера было актуально, сегодня уже уходит в историю. Эксперты полагают, что для того, чтобы быть конкурентоспособным в цифровом мире, необходимо не только осваивать новые технологии, но уже необходимо предвидеть те изменения, которые грядут в целом в мире. Об этом говорил и глава государства Касым Жамартакаев. Если его цитировать, было озвучено, что скорость технологических изменений во всем мире растет стремительно. Поэтому для Казахстана очень важно уловить основные тренды технологического процесса, действовать быстро. Другими словами, надо поменьше говорить о цифровизации и больше делать. Такую же стратегию выбрала и евразийская группа. ЕРЖ давно и продуктивно работает с Всемирным экономическим форумом в части продвижения работы по блокчейну. Недавно мы приняли участие в рабочем семинаре ВЭФ по блокчейну, где собрались руководители всех ведущих горнометологических компаний мира. В прошлом году компания ЕРЖ запустила проект по внедрению блокчейн на нашем одном из предприятий, кобальтового предприятия Metal Call RTR в Африке. И сейчас уже обсуждается идея создания непосредственно по модулю блокчейн под эгидой Всемирного экономического форума. Вместе с правительством Казахстана и МФЦА мы начали прорабатывать сотрудничество с Центром 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума в городе Сан-Франциско. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» был создан венчурный фонд на базе МФЦА для содействия развитию перспективных новых бизнесов. Он служит площадкой для нашего взаимодействия со всеми технологическими стартапами наших IT-компаний в Республике Казахстан. В своей долгосрочной стратегии мы видим себя международной, устойчивой, социально ответственной, эффективной компанией. Для этого мы сейчас развиваемся по всем ключевым направлениям. Но сегодня мы убеждены, что всех направлений коснется цифровизация. И уже сейчас стремимся внедрять новые технологии везде. Для финансовой аналитики, для производственных процессов, для улучшения бизнес-процессов, для развития сотрудников и наших родных городов. Мы стратегически стремимся к принятию важных решений в режиме реального времени. Поэтому запустили один из наших проектов, который формирует процесс под сквозной интеграцией наших производственных процессов и производственных систем с нашей ERP-системой. Интегрированная бизнес-модель позволит собрать и консолидировать все основные производственные показатели в единое хранилище данных, так называемый Data Lake. Это даст возможность перейти уже к следующей ступени нашего развития, предиктивной работе с текущими показателями. Будем пытаться переходить из модели принятия решений сугубо человеком к помощи принятия решений искусственным интеллектом. Важным шагом в цифровизации, конечно же, является обучение. У себя в группе мы внедряем образовательные проекты для всех наших сотрудников, начиная с простых рабочих, заканчивая топ-менеджментом. Конечно, большое внимание мы уделяем молодежи, и не только своей, работающей на предприятиях, но и в целом молодежи, которые представлены в наших родных городах и в колледжах, университетах. ERG известна как постоянный партнер множества хакатонов и мекатонов для студентов в столице и регионах. Один из наших партнеров – это международный технопарк IT стартапов Astana Hub. Мы готовим кейсы для участников данных бизнес-процесс, бизнес-состязаний. Наши эксперты выступают в качестве членов жюри и наставников. Лучших ребят мы поддерживаем. И после завершения мероприятий один из таких примеров – это экосистема студенческого предпринимательства, которую мы в ERG развиваем уже третий год. Это те студенты, даже еще не выпускники, которые еще даже не закончили институт, разрабатывают определенные IT стартапы, определенные IT продукты, которые сегодня могут в рамках развития цифровизации пользоваться спросом. Недавно было презентовано главе государства проекты в городе Кустанай, один из которых – это зарядное устройство для мобильных телефонов, которое придумал один из таких студентов, получающий энергию от движения. Это и протез кисти человеческой руки с голосовым управлением. Таким образом мы готовим почву поколения, которое родилось в цифровом мире, которое будет жить в реальности индустрии 4.0. Мы должны готовить их к этому миру и создавать условия для того, чтобы эти умы остались с нами, развивали нашу страну и в целом развивали наши производственные процессы. На форуме инноваторов мы ежегодно рассматриваем возможности для цифровизации производства, обмениваясь опытом с представителями крупных международных компаний, лидеров в этой сфере. Одним из перспективных направлений нашей работы является использование цифровых платформ. И в целом недавно мы тоже хотели, хочу рассказать о пилотном проекте «Народный контроль». На Ктюбинском заводе феросплавов мы создали систему контроля промышленной безопасности с помощью умных камер. Мониторят их люди с ограниченными возможностями, сидя у себя дома. Мы просто предоставили им нужное оборудование, провели обучение, теперь это наши полноценные сотрудники. Они уже выявляют нарушения на производстве и помогают предотвращать несчастные случаи. После визита на завод главы государства он получил распространить этот опыт на весь Казахстан. Иржи готова делиться своим опытом в сфере цифровизации, ведь все мы являемся, по сути, первопроходцами в этих цифровых изменениях, цифровом мире. Отмечу, что на ближайший год мы запланировали создание виртуального центра цифровых компетенций, который объединит всех специалистов в сфере реализации индустрии 4.0. Поэтому я хочу всем участникам конгресса пожелать плодоторного успеха в реализации всех стратегий в развитии цифровизации. Благодарю за внимание. Спасибо. Аплодисменты